Беседа по рукоположению его пресвитера, произнесена святым Иоанном в Антиохии, по рукоположению его пресвитера, славианом, епископом антиохийским, в начале 386 года по Рождестве Христовым. Заглавия называется «Первая», то есть всех произнесенных в церковной кафедре, беседуя о себе и об епископе, и о множестве народа. Неужели истина то, что случилось со мною? Действительно ли совершилось то, что совершилось, и я не обманываюсь? Неужели настоящая не ночь и сновидение, но действительно день, и мы все бодрствуем? Кто поверил бы тому, что днем, когда люди не спали и бодрствовали, смиренный и презренный юноша вознесет на такую высоту власти? Ночью нисколько не странно бы этому случиться. Тогда иные уродливые тела, мы не имеющие даже необходимой пищи, уснувши, видали себя стройными и красивыми, и наслаждающимися царской трапезой. Но эти представления были сон и обман сновидений. Таково свойство сновидений. Они изобретательны и причудливы, и потешаются странными забавами. Но днем, и на самом деле, никто не увидит этого так легко случившимся. А ныне случилось, сбылось и свершилось. Как видите, все такое, что невероятнее сновидений. И город столь великий и многолюдный, и народ чудный и великий устремился к моему смирению, как бы надеясь услышать от меня что-либо великое и важное. Но хотя бы я тек подобно рекам неистекающим, и в устах моих содержались источники речей, и тогда, при таком множестве стекшихся для слушания, поток от страха тотчас остановился бы у меня и устремил воды свои назад. А когда я не имею не только река источников, но и скудной капли, то как не опасаться, чтобы этот малый поток не иссяк, засохший от страха, и чтобы не было того же, что обыкновенно случается с телами. Что же бывает с телами? Сейчас, одержав в руке много вещей и сжимая их своими пальцами, мы, испугавшись, роняем все от расслабления наших нервов и упадка телесных сил. Это же, боюсь, не случилось бы сегодня и с моею душою, и с великим трудом собранные мною для вас мысли, хотя малые и скудные, от страха, пришедших в забвение, не исчезли бы и не улетели бы, оставив ум мой пустым. Поэтому прошу всех вас вообще, начальствующих и подчиненных, чтобы вы сколько навели на меня страха прибытием для слушания, столько же вдохнули в меня смелости усердия в молитвах и умолили дающего глагол благовествующим силой многою. Дайте мне слово в отвердение уст моих. Ищетянам 6.19 Для вас, столь многих и великих, конечно, нетрудно опять укрепить расслабленную страхом душу одного юноши. И справедливо было бы, если бы вы исполнили эту просьбу мою, так как для вас же я решился принять этот жребий, для вас и вашей любви, которой нет ничего сильнее и властительнее, которая и меня, не очень опытного в красноречии, убедила говорить и заставила выйти на поприще учения, хотя я никогда прежде не выступал на такое поприще, но всегда был в ряду слушателей и наслаждался спокойным молчанием. Но кто так суров и необщителен, что пройдет молчанием ваше собрание, и нашедший пламя на желающих слушать, не скажет им ничего, хотя бы он был безгласнее всех людей. Итак, намереваясь в первый раз говорить в церкви, я хотел начатке вступления посвятить Богу, давшему нам этот язык. Так бы и следовало, потому что не только начатке гумна и точила, но и начатке слов надлежит воспосвящать слову. Даже начатке слов гораздо более, нежели начатке снопов. Притом этот плод и нам свойственнее, и самому чтимому Богу приятнее. Гражды и колосья произвращают недры земли, питают потоки дождей и обрабатывают руки земледельцев. А священная песня рождает благочестие души, воспитывает добрая совесть, и в сокровищнице небесной принимает Бог. Но насколько душа лучше земли, настолько и это произрастение лучше того. Посему и никто из пророков, муж, некто из пророков, муж чудный и великий, Осия, имя ему, внушает оскорбившим Бога и желающим умилостивить его, чтобы они приносили в жертву не стада волов, и не муки столько-то и столько-то, мер, не горлицы и голуби, и не что-либо другое подобное. Но что? Возьмите, говорит, с собой словеса. 14.3 Что за жертва слова? Может быть, скажет кто-нибудь? Величайшая, возлюбленная, и драгоценнейшая, и лучшая всех других. Кто говорит это? Тот, кто верный и лучше всех, знает это, доблестный и великий Давид. Принося некогда благодарственную жертву за победу, одержанную в войне, он так говорил, «Восхвалю имя Бога моего с песней, возвеличиваю его во хваление». Салом 68.31 Потом, показывая нам превосходство этой жертвы, присовокупил. «И угоднее будет Богу, нежели вол с рогами и с копытами». Так хотел и я сегодня принести эти жертвы, обогрить кровью этих приношений духовный жертвенник. Но что мне делать? Один премудрый муж заграждает мне уста и устрашает меня словами, что не добра похвала в устах грешника». Сирахов 15.9. «Как в венках должны быть чисты не только святые, но и свивающие их руках, так и в священных песнях должны быть благочестивы не только слова, но и испытающие их душа. А у меня она не чиста, не имеет дерзновения, исполнена многих грехов». Но людям такого свойства заграждает уста не только этот закон, но и другой, древнейший, и прежде всего в него постановленный. Этот закон ввел сейчас беседовавши с нами о жертвах Давид, ибо сказав, «Хвалите Господа с небес, хвалите его в вышних», и немного после еще сказал, «Хвалите Господа от земли». «И призвав ту и другую тварь, горнюю и дольнюю, чувственную и умственную, видимую и невидимую, находящуюся выше неба и под небом, и из той и другой составив один хор, и так повелев хвалить царя всех, он нигде не призывал грешника, но и здесь затворил перед ним двери». 478. «А чтобы слова мои были веснее для вас, я прочитаю вам сначала самый псалом. «Хвалите Господа с небес», говорит он, «Хвалите его в вышних, хвалите его все ангелы его, хвалите его все силы его». Видишь ли, хвалящих ангелов, видишь ли архангелов, видишь ли херувимов и серафимов, эти вышние силы, ибо когда он говорит все силы его, то разумеет весь горний сон. Но видишь ли здесь грешника, как же, скажешь, можно ему явиться на небе. «Пойдем же, сведем тебя на землю, переставив другую часть хора, и здесь опять не увидишь его. Хвалите Господа с земли, змеи и все бездны, звери, скоты, гады, птицы пернатые». «Не напрасно и не без причины при этих словах я замолчал». Смутились мысли в уме моем, и пришлось горько заплакать и тяжко вздохнуть. «Что может быть, скажи мне достойней жалости?» «Скорпионы и змеи, и драконы призываются к хвалению создавшего их. Один грешник исключается из этого священного хора». И справедливо. «Грех есть злой и свирепый зверь, не только выказывающий злость к сослужебным ему существам, но и изливающий яд злобы и на славу Господню. Ради вас, говорит Господь, имя моё хулиц у язычников». Посему пророка изгнал грешника из вселенной, как бы из священного Отечества, и отправил ссылку. Так и отличный музыкант отсекает от стройной кефары разногласящую струну, чтобы она не расстраивала согласие прочих звуков. Так и искусный врач отсекает загнившийся член, чтобы зараза от него не перешла на прочие здоровые члены. Так сделал и пророк, отсекший грешника от целого тела тварей, как бы разногласящую струну и как бы загнивший член. Что же мне делать? Так как я отринут и отсечён, то, конечно, надо намолчать. Итак, скажите, уже ли замолчать мне? Уже ли никто не разрешит мне восхвалить нашего владыку? Я напрасно просил ваших молитв, напрасно прибегал к вашему покровительству. Нет, не напрасно. Я нашёл, нашёл и другой способ словословия по вашим же молитвам, которые среди этого недоумения заблистали, как молнии во мраке. Я буду хвалить сослужителей. Можно хвалить и сослужителей, а когда они будут хвалимы, то прославление, конечно, перейдёт и на владыку. А что он и таким образом прославляется? Это показывает сам Христос. В словах. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Вот и другой способ словословия, который можно и грешника употребить, и не нарушить закона. Итак, кого? Кого из слушателей восхвалить мне? Кого же другого, как не общего учителя Отечества? Славиана, епископа антиохийского. А через Отечество и всей Вселенной? Как он вас научил стоять за истину до смерти, так вы других людей научили скорее расстаться с жизнью, нежели с благочестием. Хотите ли, сплетём ему из этого венца похвалы? Хотел бы и я, но вижу неизмеримую бездну подвигов, и боюсь, чтобы слово, опустившись в глубину, не оказалось бессильным возвратиться наверх. Нужно было бы исчислить древние подвиги, путешествия, бдения, заботы, советы, борьбы, трофеи за трофеями, и победы за победами, деяния, превосходящие не только мой, но и всякий человеческий язык, требующие апостольского голоса, движимого духом, который может о всём сказать и научить. Но минуя эту область обратимся к другой, более безопасной, которую может переплыть и на малой ладье. Поведём речь о воздержании и скажем, как он поработил чрево, как презрел роскошь, как отверг богатую трапезу, и притом быв воспитан в знатном доме. Нисколько неудивительно, когда в такой убогой и суровой жизни приступает живший в бедности. Он имеет в самой бедности спутницу и сообщницу, ежедневно облегчающее ему это бремя. Но кто владел богатством, тому нелегко вырваться из оков его. Такое множество недугов объемляет его душу, то есть страстей, которые как бы густое и тёмное облако заграждают взор ума, не попускают взирать на небо, но заставляют преклоняться вниз и смотреть в землю. Нет, нет ничего другого, что столь препятствовал бы шествию на небеса, как богатство и происходящее от богатства беды. Не моё это слово, но приговор, произнесённый самим Христом, который сказал, «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство небесное». Но вот это неудобное, лучше сказать невозможное, стало возможным. И о чём некогда Пётр недоумевал перед учителем и хотел узнать, это мы все познали на самом деле, и даже более того, ибо этот муж не только сам вошёл на небо, но и вводит туда столько народа. Хотя имел, кроме богатства, и другие не меньшие препятствия, молодость и преждевременное сиротство, которые ещё более могут омрачить всякую человеческую душу. Такое имеют они обаяние, такую представляют отраву. Он же и над ними восторжествовал и стремился к небесам, и прилепился к тамошнему любомудриве, не подумал о блеске настоящей жизни, и не посмотрел на знаменитость предков, а лучше сказать, посмотрел на знаменитость предков, не тех, которые связаны с ним по естественной необходимости, но тех, которые близки к нему по благочестивому настроению. Посему он и сделался таким. Он посмотрел на патриарха Авраама, посмотрел на великого Моисея, который был воспитан в царском доме, наслаждался роскошной трапезой и вращался среди шума египетского. А вы знаете, каковы варвары, какой исполнены они гордость и тщеславие. Но пренебрегший всем этим, добровольно перешёл к глине и деланию кирпичей. Царь и сын царский пожелал быть в числе рабов и пленников. Поэтому он возвратился в блистательнейшем виде, нежели какой прежде имел отверг. После бегства и служения у тести и после бедствия на чужбине он возвратился властителем царя и лучше богом царя. Я отдал тебя, говорит Господь, богом фараону. И был он славнее царя, не имея диадимы, не облекаясь в багреницы, не выезжая на золотой колеснице, но поправ всю эту пышность, ибо вся слава, говорится в Писании, внутрь чечери царя. Он возвратился со скипетром, которым повелевал не только людям, но небу и земле, и морю, и сису воздуха и воды, озёрам, источникам и рекам, ибо стихии делались всем тем, чего хотел Моисей. В руках его тварь преобразовывалась, и как бы какая покорная рабыня, увидевшая пришедшего друга своего господина. Во всём слушалась и повиновалась ему, как самому владыке. У него взирая этот муж сделался таким, и притом будучи юным, если только он был когда-либо юным, я не верю этому. Такой старческий ум был у него от самых пелен. Но и будучи юным по возрасту, он объял всё любомудрее, и познав, что наша природа подобна полю, заросшему лесом, легко отсекал душевные недуги словом благочестия, как бы каким серпом, представляя земледельцу чистую ниву для посева семян. И принимая все эти семена, внедрял их в глубину, чтобы они, укоренившись снизу, не страдали от жара солнечных лучей и не были подавляемы тернием. Так он возделал свою душу, а похотение плоти укращал врачевствами воздержание, возлагая на тело, как бы на какого непослушного коня, узду поста, и до того сдерживал его, что самое уста похоти обогрял кровью, с надлежащей, впрочем, умеренностью, ибо и не напрягал тело слишком сильно, чтобы связанный путами коней оказался негодным ему для службы, и не попускал ему впасть в шеизмерную тучность, чтобы оно, сделавшись слишком плотяным, не восстало на правящий им ум, но заботился вместе о здоровье его и о благопристойности. И не в юности только он был таким, но и миновал этот возраст, не прекратил такой заботливости. Напротив, и теперь, когда находится в старости, как бы в тихой пристани, продолжает соблюдать ту же попечительность, подлинно юность возлюбленная, подобно яростному морю, исполненному свирепых волн и бурных ветров. А седина вводит души состарившихся, как бы в безмятежную пристань, предоставляя им наслаждаться свойственно этому возрасту безопасностью. Ей наслаждаясь теперь, находясь, как я выше сказал, в пристани, этот муж не менее того беспокоится и о тех, которые обуреваются среди моря. Такой боязнь он научился у Павла, который после того, как восходил на небо и перешедший следующее за ним, достигал даже до третьего неба, говорил, боюсь, что у проповеды другим самому не остаться недостойным. Посему этот муж держит себя в постоянном страхе, чтобы постоянно быть в безопасном состоянии и сидит при кормиле, наблюдая не восхождение звезд, не подводные камни и скалы, но нападение демонов и козни дьявола и восстание помыслов и обходя вокруг своего воинства, соблюдает всех в безопасности. Он не только смотрит за тем, чтобы ладья не потонула, но принимает все меры к тому, чтобы никто из плывущих не испытал какого-нибудь беспокойства. Благодаря ему и его мудрости все мы и плывем благополучно, распустив вполне паруса корабля. Когда мы потеряли прежнего отца, святого милетия, предшественника Флавиана на епископской кафере в Антиохии, который родил нам и этого, то наше положение было затруднительно. Поэтому и плакали ему горько, как бы не надеясь, что этот престол получит другого такого мужа. Но когда явился этот муж и стал посреди, то разогнал все наше уныние, как облако, и рассеял все печали, прекратив наш плач. Не постепенно, а вдруг, так, как будто бы тот блаженный сам, вставший из гроба, опять зашел на этот престол. Впрочем, увлекшись подвигами нашего отца, я незаметно продолжил беседу сверх меры. Не сверх меры его подвигов, о них я еще не начинал говорить, но сверх меры, какая прилична моей юности. Остановим же беседу, как бы в пристани молчанием. Хотя она не хочет остановиться, а с ропотом и негодованием желает вполне насладиться цветами красноречия. Но, дети, это невозможно. Перестанем же гнаться за недостижимым. Для нашего утешения довольно исказанного. Так бывает и с драгоценными мастями. Они не только тогда, когда кто-либо прольет их из сосуда, но и когда пальцами коснется крайней поверхности его, растворяется в воздухе, и всех присутствующих обдают благоуханием. То же произошло и теперь не силой моих слов, но доблестью подвигов этого мужа. Отойдем же, отойдем, обратившись к молитвам. Помолимся о том, чтобы общая наша матерь, церковь, пребывала непоколебимую и неподвижную. И чтобы этот отец, учитель, пастырь, кормщий, жил долгие лета. Если вы удостаиваете какого-нибудь внимания и меня, ибо я не осмелюсь ставить себя наряду со священниками, как извергов нельзя считать наравне с совершенно рожденными. Если вы вообще удостаиваете какого-нибудь внимания и меня, хотя бы как некого изверга, то помолитесь ли не с посланием невеликой помощи свыше. Я нуждаюсь в защите и прежде, когда жил сам по себе покойной жизнью. Когда же я выведен на средину, не говорю как человеческим лесодействием или божественной благодатью, не рассуждая с вами об этом, чтобы не сказал кто-нибудь, будто говорю притворно. Но когда я выведен и принял на себя это крепкое и тяжкое иго, то мне нужно много рук помощи, нужны бесчисленные молитвы, чтобы я мог в целости возвратить залог давшему его владыке. В тот день, когда получившие таланты будут позваны и приведены и должны будут отдать в них отчет. Итак, помолитесь, чтобы мне быть не в числе связанных и ввергаемых во тьму кромешную, но в числе имеющих получить, хотя малое снисхождение, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава и поклонение во веки веков. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!